итак ребята всем привет сегодня мы приехали на очередной шурф сегодня будничные дни четверг и я решил сообразить в одного покопать в общем находимся мы на старой деревне которая была где-то до 68 70-х годов вот дворов здесь было 300 дворов большая деревня мы эту деревню выбиваем уже третий год шурфить можно даже верховые здесь имеются на своем опыте подымалась здесь верховые что очень странно шурф интересен тем что я его нашел на прошлом копе когда копались с пацанами вот я был в поисках новых шурфов они добивали старый свой шурф где в принципе очень классно выстрелили находки было очень много серебра очень много монет царские монеты даже была серебряная медаль за отвагу номерная в общем сегодня я приехал на тот шурф который я отыскал поднял я там сразу два царя двушки вот я им вас повторно их покажу советик был в общем а шурф не знаю насколько хорош но факт том что всего-навсего на штыке лопатой уже были находки вот сегодня интересный день то что вчера я отправил своего сына на самостоятельные заработки уехал он на заработки на полтора месяца школу он закончил с золотой медалью 1 семестр в общем первый семестр до как он там называется в институте он закончил с отличием тоже вот и и так как он успевающий ученик ему предоставили работу вот так что как-то знаете печально осознавать что наши дети так быстро растут буквально вот недавно бегал в штанишках дергал маму папу за штанишки а вчера отправил уже на самостоятельные заработки время быстро летит дети растут быстро ну и мы тоже ребята уже стареем 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 в общем ладно давайте не будем о плачевном а грустным возвращаемся на свой шурф и я вам покажу что там за шурф и что будет интересного на нем вылетать в общем находки там уже есть три монеты два царя и советик так что посмотрим что у нас на этот раз шурф выдаст такого вкусненького смотрим будет довольно таки интересно меня видите значит вкусная есть нахожусь ребят вот в таких кустах крапивы вот в таких вот лесах да да ребят в свое время здесь кипела жизнь и нахожусь я именно в центре дома который здесь существовал датировать пока я не могу до какого года но фактом что советик здесь был дом в принципе большой очень много вот таких вот столбушков вот столбушок вон столбушок здесь в общем дом в принципе большой и имеется вот бугорок бугорок это признак печи конечно он кем-то уже кем-то ковыренный там ковырнули здесь ковырнули там ковырнули но его не продолжили и я в прошлый раз он с того места поднял три монеты первым делом сейчас буду конечно же освобождать место от крапивы крапива очень кусача вот вот видите тоже шурфленая и бугры имеется вот дом вон до туда был вот такой вот сейчас вот этот участок освобожу от крапивы вот именно вот этот и и буду сваливать туда куда я изначально начал сваливать вот думаю находки нас порадует сегодня не одним царем даже буду надеяться на серебро царское ну не знаю посмотрим как земляной дед нас порадует сегодня или нет и так первая находка прошло минуты три наверно там видите солнышко и пока солнышко у нас не перейдет чуть-чуть правее я там не будет копать потому что жарко и решил вот холмик снять выкинул там я еще не прозванивал прозвонку здесь осуществил и выпала советская трешка сорок третий год конечно сохран хотелось бы и получше но все равно быстрая причем легкая находка здесь вот видите кирпичом выложили это был пристрой уже современный ну и посмотрим что на современном построе можно отыскать но советик сорок третьего года нормально пойдет пока солнышко не уйдет будем а вот здесь вот и так ребят вот такой вот участок очистил на штык лопаты ничего кроме трешки не было и до меня только что дошло что это за кирпичная кладка низкая кладка я думал это пристрой но только что доперло что это просто венцы защищали от сырости здесь очень глубоко где-то на два штыка лопаты где стоял как раз венец и вот здесь вот мелко позвал я на помощь вот этот щуп который сказал мне александр здесь больше не копай находок нет ну да ребят вот смотрите беру я щуп и стараюсь его засунуть все докопался до материка катушка позволяет на эту уровню прозвонить значит здесь вот на той этой глубине нифига ничего нет но здесь а где стоял венец щуп проваливается вон легко на полметра проваливается но смысл мне там копать не стоит потому что это сруб был вдоль сруба может быть на монеты но под срубом маловероятно единственное что в углах можно будет так вот посмотреть где стоял сруб на наличие закладных монет и все столбушки 2 стоят я считаю что это вход вот и если это вход то вот на этом вот периметре должны быть монеты ну не знаю время покажет конечно работать много но факт том что радует то что хоть не зря я здесь очистил потому что я здесь прозвонил все пусто материк и теперь когда солнышко сядет уйдет немножко правее я зайду здесь вот в центре здесь были царские монеты и весь сюда сыпку уже буду сбрасывать сюда то есть не просто так я здесь копал очистил себе место да и заодно и проверил на наличие монет всего-навсего одна монета здесь была так что вот так вот ребят учитесь на моих возможно ошибках а может быть и опыте так что смотрим итак ребята давайте я вам немножко поделюсь со своим опытом как работать при помощи щупа на шурфах конечно же многие копатели кладоискатели шурфологи никогда не еще не испытывали вот такой щуп щуп в основном использует по войне ищет металлические части то есть уперлись во что-то и уже начинают копать по войне в принципе так ищут и блиндажи и все прочее уперлись мягкий грунт начинает копать металлоискатели зачастую не берет на глубину и при помощи щупа ищет здесь же тоже также на шурфе как я ищу именно при помощи щупа если никаких пред нету ориентиров нахожу кусты крапивы это в основном крапива всегда растет именно там где у нас было раньше существование людей это засыпка потому что крапива иван-чай конопля она очень любит расти на сыпучих грунтах на мягких и вот именно здесь вот имеется засыпочка вот почему крапива очень любит расти там где раньше был дом в общем нахожу такие кусты и уже начинаю работать щупом если щуп уходит глубоко и или что-то во что-то упирается как данном случае штык лопаты и уперлась это у нас кирпич или же камень дальше смотрите опять слышите кирпич дальше с хрустом но входит тоже кирпич здесь вот видите уходит на метр также здесь оп ой ой ушло ребята на почти на полтора метра в глубину здесь на 100 щуп ушел полностью как вы видите только рукоять касается земли это сразу видно что здесь вот можно и пошурпить и остаться на какое-то время щуп я изготовил из обычной квадратной арматуры заточил конь конец и на другом конце сделал рукоять все для этого ничего не нужно изобретать велосипед он даже продается в магазинах если у кого-то есть лишние деньги можете его купить он стоит дороговато и я конечно не рекомендую даже не советую в пустую выкидывать деньги ну это делать очень легко или же брать стальные штанги вот они вообще шикарные не гнутся ничего так что имейте ввиду и сейчас я тоже по такому принципу работают где у меня уходит щуп хотя бы на штык лопаты там я выкапываю все до материка вот ушел я копаю переместился вроде как похоже здесь можно покопать но проверю щупом щуп не лезет вообще не снились значит я в ту сторону вообще не иду потому что как бы смысл там искать нет сели в целине монеты находиться не могут вот по такому принципу я и работаю так что имейте ввиду полезная информация если что-то еще вспомню насчет щупа я вам еще и расскажу повторюсь квадратная арматура шестерка круглый она будет очень легко гнутся ребята квадратные лучше или же стальной пруд которые плохо гнутся они в авто в основном в автомобиле строение встречается у меня камрад евгений сделал именно из автомобильного там стального какого-то пруда получилось вообще шикарно классно не гнется вот я теперь знаю при помощи щупа где мне искать то есть вот здесь вот в этом эпицентре у у нас будут находки в принципе здесь у нас кирпичи постараюсь я их обрулить как-то то есть не так лопату втыкать а именно как-то вы ковырить эти кирпичики вот этот холм уходит на метр но этот метр именно эпицентр дома и там придется копать очень много очень много если вы мои видео сюжеты смотрите вы знаете что я всегда начинаю с простого с легкого дела то есть я иду по периметру дома там потому что в основном нужно копать на штык лопатой что я сейчас и сделал здесь вот как вы видели я вам показывал поднял несколько монеток на этом и все и теперь я как бы ту часть которую прозвонил я буду теперь грунт сбрасывать туда углубляясь к центру работаю предстоит немного потяжелее но есть вероятность того что и будут находки все находки находки находятся по периметру дома в центр есть но работать придется куда больше так что имейте ввиду ребята вот используйте щуп 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 облегчает при шурфологии это я уже понял на своем опыте евгений мой комрад тоже щуп сделал и довольно таки неплохо у него получилось и находит достаточно приятный между прочим фундамент и так что ладно продолжаем шурфить и так ребят находка приятно то что эта монета но приятная также тем что она не часто попадается но если я говорил о приятном значит есть что-то такое как подковырстое неприятно а они приятная тем что это советский союз поздний но приятная вы уже наверное видите это юбилейная юбилейка 1917 1967 год вот такая монета 15 копеек это единственное что приятная юбилейная но год как вы видите шестьдесят седьмой шестьдесят седьмой значит дом был практически до семидесятых я и верховую поднял прям вот то из этих кустов вот так вот а вот там от цари были но там вот знаете на штык лопаты еще втыкаю и идет сплошной кирпич вот вообще сплошной вот такой вот кирпич красный там и кругом ладно ладно в час по чайной ложке но эта ложка у нас есть вы скажете что я говорю 30-40 минут если нет находок перехожу на другой я на этом фунде уже наверно 30-40 минут и всего на всего две монеты можно было конечно перейти но просто я знаю что здесь вот я вытаскивал царей два штуки и того уже три совета и вот из-за этого я не ухожу объем работы очень большой и наверное сегодня постараюсь на нем до конца побыть и посмотреть что у нас скрывает земля именно в этом месте пока несколько монет ну пойдет ребят пойдет приятная находка хоть и поздняя продолжаем копать продолжая и так только что показал 15 копеек и вот рядышком был еще один сигнальчик датировать я не могу потому что окислы страшные и по окислам по своему опыту знаю что это копеечка после 61 года даже чистить не надо уже знаю что за монетам на одном штыке лопате две монеты получилось надеемся на царей продолжаем итак ребят на прошлых видеосюжет вы наверное встречали у меня маячил вот такой гриб гриб паразит который растет у нас на деревьях и я его отколол от живого дерева вот и из-за этого он еще влажный вы надеюсь знаете для чего я отколол мух полно всякие паразиты летают и я хотел его поджечь чтобы он тлел и разгонял всех ищите такие грибы на мертвых уже деревьев они именно убивают деревья эти грибы а я его отодрал от живого вот так что он влажный и у меня номер не получился вот имейте ввиду что вот такой гриб вас может спасти от мух от комаров их потому что большое изобилие здесь но к сожалению номер не удался но видеосюжет с этим грибом у меня есть так что можете намотать тоже на ус и это как небольшой вам лайфхак когда комары вас достают с мухами подожгли положили где-нибудь рядышком он тлеет потихоньку всех разгоняет между прочим работает работает итак ребят я устал от этого шурфа тем что на дне лежит кирпич и это один из самых тяжелых шурфов у меня не люблю когда лежит на дне камень кирпич и вот наткнулся на него и сейчас я принял решение просто напросто центр больше не шурфить а наоборот засыпать его ухожу я вот видите в сторону и стал выгребать оттуда все и тем самым центр шурфа у меня будет засыпаться там в принципе сопутка не особо интересно идет но засыпка имеется поднял я только что конинку очень хорошо звенело спрашивается почему она там находится я на такие вопросы ответить не могу почему конина находится именно в домовых ямах где раньше жили люди вот так что центр этой дымовой ямы я трогать больше не буду а наоборот все буду засыпать в центр находок пока нет наверное я чем-то деда не угодил жара стоит страшная уже выпил два литра воды пол литра чая в общем тяжелый тяжелый шурф ладно хоть солнышко сместился у меня находится тенек мухи слеп не просто одолели вот такие вот болбашки летают вот одна щас спину как кусанула зараза неприятно неприятно так что ладно посмотрим по живем увидим пока пока три монеты и на этом все не айс мы будем надеяться смотрим итак ребята я сдался с бороться с этим шурфом тем что были бы находки можно было бы с ним и бороться но находок нету уже течение часа голяк засыпка есть принципе неплохая но сопутки вообще нету встречаются иногда горшочки даже черные встречаются вот но так таковой сопутки которая должна быть ее нету и я пожалуй наверно брошу этот фундамент и перейду на другой как я всегда вам советую пол часа 40 минут находок нету уходите и начинайте шурфить новое потому что силу отдадите много как в данном случае отдал очень много вот и всего-навсего сегодня три монеты и когда его нашел делал пробные копки выскочила еще три монеты то есть два царя и советик если вы заметили буквально земляной дед заманивает тем что зайди и поковыряйся здесь первые десять минут и он дает находки а потом полный голяк это уже дважды на этом шурфе зашел за шурфился монеты дал земляной дед и надо было уезжать и сегодня тоже первые копки первые пять минут трешка потом два советика еще и на этом все так что сейчас ребята постараюсь еще один найти шурф тоже в кустах потому что на солнце жарище полная может быть разработают чей-нибудь начатый уже шурфу при помощи шуб щупа проверю где еще не прошу фили и возможно там мне удача улыбнется так что ладно бывает и на старуху проруха смотрим и так ребята хожу я ищу в поисках какого-нибудь нормального зачетом фундамента заодно хожу прозваниваю верховые и выпала какая-то вот такая вот хреновина я даже и не знаю что это такое что это фиг знает я сначала подумал что это самовара краник но потом чё ты смотрите здесь вот отверстия отсюда значит что-то текло и смотреть с обратной стороны тоже отверстие входное отверстие вот странная диковина первый раз такую нахожу вот цвет металла пока не знаю но какой-то здесь белый налет на нем блестящее покрытие но скорее всего это у нас латунь вот пока вот так вот отпишитесь что это такое я впервые раз вижу такое можно конечно подумать что это кран но нет ребята это не кран прикольная вещь заберем весомая итак ребят хожу по старым фундаментом которые были разработаны давным давно и верховые пытаюсь вызвать вон там был сигнал такое кольцо я подумал аж золотое что ли блин но когда я его подломал оказался просто на плене какое-то непонятно но и здесь тоже сигнальчик и выпало 10 копеек тридцать шестой год добротный это просто потеряшка камрада ребят он ее просто не увидел маленькая монетка копеечки часто тоже на старых шурфах можно обнаружить но вот 10 копеек камрад пропустил здесь все шерф лена и как определить шерф лена или нет я определяю не по кустам которые образовались они через два года уже зарастают а именно когда начинаешь срезать а сейчас покажу вам когда начинаешь срезать вот такой какой-нибудь холмик и стенка стенка прям обваливается то есть сыпучий такой грунт вот видите сыпучий вот именно поэтому я и определяю шурфили его раньше или нет если же его не шурфят то стенка при капке она будет ровная такая как вы срезали так она останется а шурфленый будет обсыпаться он смотрите проволока проволока окутала дерево или дерево вокруг проволоки ладно идем дальше и так ребят хожу еще один фундамент тоже шурфленый вот но шурфили его как-то безобразно хаотично ковырнули там ковырнулись а и среди железа выпало круглая что-то что-то непонятное наверное чё-то советское современное ну да по гербу видно наверно шестидесятые года ладно 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 идем дальше кстати здесь же я нашел выкопал вот такую фиговину эта створка от печи она раньше было бы тоже выковырена камрадам но он побрезгал и не взял ее а я возьму я возьму и так ребят пришло время попрощаться с вами но хочу перед тем как попрощаться показать то что я нашел за шурфился я на одном фундаменте камеру я с собой не брал далековато наверное метров 100 отошел от машины в поисках нормальным фундамента он тоже шурфленый но щупом я прощупал не все участки и поднял несколько монет и еще там старый старый номер немножко меди в общем и сейчас я вам все по подряд подробно покажу расскажу в принципе день отстой получился отстойный день солнце еще высоко но что-то я подустал на солнышке походил тяжело ребят очень тяжело так что к находкам и так ребят по находкам начну с монет поднял монеты количестве 6 штук по моему до трешка 56 двадцатка шестьдесят первого пятнашка шестьдесят первого трешка 50 трешечка 54 и пятнашка 46 в общем и вот такой знак знак 0 1 15 к ш б знаете такой кустарный вариант номера вообще древненький номер древненький такие в основном шли на мотоциклы вот по меди получилось вот такая трубка тяжелая потом вот это лабуда тоже медная и знаете это не ковка мотыга именно штамповка я такие в первый раз вижу и того ребята подведу итоги что у нас сегодня получилось по выходу не особо интересно царей не было так как-то вот так вот что у нас получилось 6 9 10 11 12 монет 12 монет ничего интересного единственный может вот этот экземпляр 1917 1967 юбилейные 15 копеек рабочий с крестьянкой вот такой может быть еще 10 копеек 36 может чего интересного стоит в плане стоимости и все а 15 копеек 40 46 или 48 46 ну и все вот так вот получилось ничего интересного сегодня был но я думаю вы все равно почерпали что-то сегодня именно про щуп который я вам сегодня показывал вот он мой друг помощник подсказчик вот походили мы думаю чего-то нового вы сегодня от моего видео урока видели поняли так что все до новых встреч и так ребят еду я домой и проезжая мимо вот этой замечательной полянки здесь офигенные цветы причем очень большой выбор ну и по традиции ребят по традиции если я еду через поля если я вижу такие красивые места то обязательно обязательно я своей супруге набираю вот такой чудесный скромный букет полевых цветов она обожает полевые цветы я думаю любая женщина девушка оценит именно полевые цветы это природная естественная красота так что ребят лайфхак если вы едете домой и супруга у вас злая то что вы целый день где-то шатаетесь приходите поздно грязные голодные ночи скрывать вонючие может быть может быть она вас встретит у порога с улыбкой когда вы преподнесете вот такой вот замечательный букет красивых цветов сегодня у нас в основном цветы это колокольчики и ромашки вот такой красивый букетик на этом все ребят всем пока до новых встреч украины 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 Субтитры подогнал «Симон»